Главной политической новостью марта обещают быть не только выборы, но и изменения, которые предлагаются для внесения в устав города. Публичные слушания назначены на 28 марта, а пока в кулуарах идет жесткая дискуссия. Об изменении схемы управления городом миянские политики говорили давно, но от слов к делу перешли лишь в январе. Сначала в комиссиях был инициирован вопрос о внесении изменений в устав, а затем его вынесли и на сессию. Я считаю, что для малых и средних городов сегодня изменения на одноглавую власть – это своевременно. Об этом говорил и президент, об этом говорил и Юрьевич, и Мякуш. Инициатором введения одноглавой схемы управления городом стал нынешний глава Игорь Воинов. Его поддержало большинство депутатов. Четвертый созыв депутатов принял решение о двуглавой власти. Я думаю, что это не помогло нашему городу. Я считаю, что власть должна быть одноглавая в городе. Впрочем, к теории одноглавия – неоднозначные отношения. В каждой из схем есть свои плюсы и минусы. Их четко обозначил бывший глава, а ныне депутат Иван Бирюков. Каждая из схем управления округом, она жизненная. Недаром она, так сказать, это самое и прописано в 131 законе. В мою бытность, когда я был главой округа, в принципе, работа шла нормально, так сказать, и управление городом, оно и не терялось, и, в принципе, процесс шел нормально. Все, конечно, зависит от тех людей, которые замещают эти должности. И все же, какой схеме управления городом быть вписанной в устав, в первую очередь, зависит от мнения жителей. А практика показывает, что и спустя шесть лет мясцы не могут разобраться, кто же в городе главный. Жители постоянно обращаются с непониманием, кто за что отвечает. И я считаю, что если жители нашего города считают, что глава и руководитель должен был быть один, значит, так оно и должно быть. Я полностью поддерживаю, что глава города должен быть один, в одном лице. Своё мнение о схеме управления городом мясцы смогут высказать 28 марта на публичных слушаниях. После этого изменения должны получить одобрение городского парламента и Министерства юстиции, после чего поправки вступят в законную силу.